берем наш куб берем наш куб переходим в режим редактирования правая клавиша мыши сабдевает хотел подправить в этом окошке некоторые параметры но чуть-чуть не дотянул не нажал но мы его можем легко вернуть нажав клавишу f9 кац добавляем 6 поле увеличиваем количество ребер и гладкость добавим немножко сглаживаем и с добавим 01 добавляем модификатор сабдевизион серфейс здесь ставим троечку и это дело выбора конечно да но если мы активируем вот эту кнопочку то у нас будет вот так кто-то может конечно вот так делать это не принципиально это никак не повлияет на свойства но проще работать когда мне кажется активирован вот этот режим нажимаем 7 на нам паде так теперь переходим в режим отображения грани и выбираем через shift 6 теперь немножко про экструдируем их внутрь нашего кубика клавиша е и сразу нажимаем значение минус 0,05 если мы сделаем не минус а просто без минус она получится плюс да тогда у нас выдавливание произойдет наружу теперь добавим ребро еще одно ребро control r и наводим на вот эту вот грань да вот эту диагональную грань у нас появится такой квадратик не переживайте нажимаем один раз нажимаем на левую клавишу мышки и у нас появляется такое круглое ребро теперь движением к центру круга или от центра мы будем регулировать резкость углубление вот этого да насколько он будет сглажены или резкий или резко это углубление вот на месте этого ребра но вот видим да у нас или общее как бы произойдет сглаживание от внешних краев от самых внешних ребер на круглых или же у нас я нажму enter у нас вот эти края останутся тогда ровными параллельными остальным плоскостям здесь у нас уже произойдет скругление еще раз для примера control левая клавиша мыши и вот например к центру угла я двигаю да и мы видим что у нас вот эти края не более закругленные получились если мы двигаем при добавлении нового ребра двигаем его к центру она сама не передвигается но влияет на закругление если мы двигаем от центра то получается вот такой вариант в принципе на этом все все то же самое можно сделать с остальными сторонами кубика здесь например мы добавляем через shift выделяем например три режим выделения плоскостей потому что когда мы нажимаем control r у нас автоматически переходит в режим выделения ребер автоматически нам не нужно их специально выделять да ну вот режим выделения плоскостей нужно выделить специально потом чтобы на следующих сторонах кубика выделять грани через shift выделяем вот эти и проделываем те же самые операции или здесь например вот через shift 2 да и так далее наносим цифровые числа числа наносим на стороны нашего кубика по тому же принципу которому было показано вот на числе шесть я не вижу смысла повторять это с каждой стороной вот в принципе так просто можно сделать игральный кубик